Завершился чемпионат России по мотоболу, и у болельщиков видновской команды «Металлург» остались от него смешанные чувства. С одной стороны, это был, наверное, самый непредсказуемый сезон за всю историю мотобола, с другой – впервые за долгие годы видновчане уступили звание чемпиона России. Традиционно венчает чемпионат России серия игр, в которых принимают участие четыре сильнейших команды. Начальный этап состоялся в «Видном», и «Металлург» порадовал земляков интересной игрой и прекрасными результатами, в том числе и в первой битве со своим главным соперником – командой «Колос» из Ипатова. И далее «Колос» и «Металлург» шли ноздря в ноздрю в битве за заветный чемпионский кубок. Расставила точки над «И» заключительная встреча двух непримиримых соперников в городе Ипатова, в которой видновчане уступили хозяевам со счетом 4-2. Команда «Колос» таким образом стала чемпионом России, а видновский «Металлург» получил серебро чемпионата. Об этом результате и общих итогах мотобольного сезона мы поговорим с нашим гостем, президентом спортивного клуба «Металлург» Валерием Нефантьевым. Здравствуйте, Валерий Георгиевич. У нас удивительная страна. Сначала мы радуемся тому, что вышли из группы, я имею в виду недавние события в мировом футболе, потом грустим от того, что в чемпионате России завоевали серебро. Ваша оценка этому событию? В принципе, вы знаете, мы когда закончили четвертый финальный этап в чемпионате России, и мы начали вспоминать с ребятами стоим, оказывается, у них ни у кого серебряных медалей не было. И всех присутствующих на сегодня в команде, только вот я, Сосницкий и Павлов, которые имели серебро. То есть Гуся стоит, говорит, я с 2002 года в команде, у меня серебря еще ни разу не было. То есть мы 16 лет, серебряных медалей не было. Поэтому, конечно, с точки зрения большого мотобола, политики большого мотобола в той же России, может быть даже хорошей, потому что уже такая легенда складывается, что у «Металлурга» выиграть невозможно. Пропадает интерес и у болельщиков, и у спортсменов, и у команд. На стадионе было народу где-то около 3-4 тысяч. Это небольшой город, 25-тысячный город Ипатова, Ставропольского края. Они впервые в своей истории стали чемпионами России. Мы бы встали сейчас 32-й раз. Вот иногда, трудно, конечно, на большой экран говорить, но иногда, в принципе, проигрывать надо. По сути дела, на поле, в финале выступала одна половина сборной России по мотоболу против второй половины сборной России по мотоболу. Здесь человек, а так, четыре человека здесь. Как вы, кстати, оцениваете уровень проведения чемпионата Европы в России? В Коврове? Да-да. Ну, вообще очень здорово. Если честно, искренне говорю, что Ковров, я даже не ожидал, что на таком уровне будет проведено. Питание, размещение, открытие, закрытие, фанфары, награждения. Все было здорово. Закончился у нас летний сезон. Закончилось два больших мероприятия. Впереди, в общем-то, скоро выпадает снег. Все-таки планируются ли какие-нибудь игры в зимний период? Может быть, какие-нибудь товарищеские встречи? То есть вопрос такой из цикла творческий план. Нет. Сейчас, кстати, видимо, пошел подъем юношеского мотобола. Поступило приглашение с 1 октября на две недели провести товарищ. В Германии сейчас начинается, как у нас были финальные игры чемпионата России. Сейчас, как в Германии, весь октябрь будет идти плей-офф, так называемые финальные игры чемпионата Германии. Они хотят в перерывах между играми чемпионата Германии показательные игры юношей. Цель наша отправить их в этом году, попробовать свои силы, чтобы на их плечах на следующий год будет ноша чемпионов Европы. Будем надеяться, что это будет именно так. Опять же, будем все равно в любом случае болеть за наших молодых спортсменов. Спасибо, что пришли к нам на эфир, рассказали столько интересного. А я напомню, что мы беседовали с президентом спортивного клуба «Металлург» Валерием Нефантьевым.